В Якутске появился новый переулок. Пространство между улицами Ярославского и проспектом Ленина рядом с русским театром назвали в честь легенды театральной сцены Якутии Валентина Антонова. Более 60 лет жизни он отдал служению театру имени Пушкина. Будучи талантливым актером, Валентин Дмитриевич занимался и режиссурой. Он автор 12 с успехом шедших спектаклей. Подготовил и два актерских курса филиала студии МХАТ и один выпуск Института искусства и культуры. О легенде сцены расскажет Сарглана Федорова. В школе Валентин увлекался живописью, акварелью. Но то сокровенное, в чем он и себе-то не всегда признавался, была мечта о театре. Простой деревенский парень, который получил тяжелую рану в бою на фронте, сумел пережить испытания войны. Именно на войне он понял сердцем, как огрубевшим от грохота взрывов и гула канонады людям необходимо искусство. В театр Валентин пришел после победы, поступив в 1948 году в Свердловский театральный институт. Из 60 лет цинической деятельности, 55, он проработал в Якутии. Мы познакомились в 1979 году в Ялте. Я отдыхала в Ялте с подругами. И со мной вместе отдыхал мой коллега по работе из Красноярского музыкального училища. И он отдыхал там. И приехал Валентин Валентинович отдыхать. Они оказались друзьями с этим моим коллегой. Вместе учились в Питерском театральном институте. И он нас познакомил. Это знакомство наше ялтинское вылилось затем в долгую-долгую нашу жизнь длиною в 34 года. За годы работы в Русском театре Валентин Дмитриевич создал 40 запомнившихся зрителям образов. Как и каждый артист, он мечтал сыграть несколько ролей из мировой классической драматургии. Но прежде всего ему хотелось создать образ человека наших дней. Пронзительной правдой очень личностно звучала в творчестве Валентина Дмитриевича тема человека, прошедшего горнила войны. Мне кажется, это ему очень удавалось. Потому что он почти играл самого себя. Он был принципиальный. И всегда, как ветеран военный, как наставник, всегда родил за театр. До последних дней. Он до 80 лет играл на сцене. Я помню его последний спектакль, моноспектакль. И как он, с какой отдачей играл. Народный артист Российской Федерации, ветеран войны. Это на самом деле икона нашего театра. Это на самом деле какая-то, можно сказать, эпоха, действительно, которой мы гордимся. У коллектива театра есть идея об установлении памятника народному артисту. Директор театра Александр Лобанов предложил, чтобы артист был в образе героя из одного из самых знаковых для него спектаклей «Иван и Мадонна». Сарглана Федорова, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.